Друзья мои, всем привет! Вы находитесь на этом канале, а это говорит о том, что вам интересны автомобили с правым рулем. Сегодня поговорим про новости. Я, конечно же, покажу вам автомобили, которые мы привезли для вас с аукционов Японии. Также я хочу напомнить вам, что мы автомобили возим не только с аукционов Японии, но еще и подбираем уже привезенные автомобили. Также их проверяем. Есть у нас услуга поиска автомобиля вместе с вами в городе Владивосток и, конечно же, на авторинке Зеленого. На такую услугу обязательно записывайтесь заранее. В общем, все подробности по телефону, которые вы сейчас видите на своих экранах. Если вы до меня не дозвонились, бывает такое, что я занят, пишите мне в WhatsApp. Итак, друзья, мы временно не брали ваши заявки в работу. Все слышали новости. Сейчас начинаем принимать. Что сейчас можно везти и как? Если вы покупаете автомобиль для себя, не на перепродажу, то в принципе, в принципе, ничего не поменялось. Можно привезти любой автомобиль, но кроме автомобилей с объемом двигателя, который превышает 1,9 литра. Кроме гибридных автомобилей и кроме электроавтомобилей. В общем, гибриды, электрокары и автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра сейчас санкционны. Кстати, цены на привезенную санкционку значительно выросли. На вторинке Зеленого в принципе везде. В итоге, что делать? Есть выход или нет выхода, если хочется привезти санкционные автомобили? Ребят, выход есть. Наши японские партнеры нам в этом помогают. Но меняются условия доставки. В санкционном автомобиле срок отгрузки увеличился и будет составлять теперь 30-45 рабочих дней. Фраг будет стоить 250 тысяч йен вместо 70 тысяч йен. В общем, будет какой-то параллельный импорт. Пока еще не понять, как это будет выглядеть. Может, через Китай, может, через Корею, а может, еще через какие-то другие страны. В общем, практика, практика покажет. И что мы имеем? Санкционные автомобили привезти можно, но практики еще нет, как я уже говорил выше. А что будет с несанкционными автомобилями? Ребят, с ними все хорошо, если машина везет в личное пользование. Но на них резко увеличился, уже резко увеличился спрос в Японии. Ну, соответственно, скоро увеличится цена. Поэтому вывод какой? Если вы хотите приобретать автомобиль, если вы думали приобретать автомобиль, там откладывали. Ну, наше мнение, несанкционный автомобиль лучше приобретать сейчас. Друзья мои, пишите в комментарии. В комментариях давайте обсудим все вот эти вот новости. Что вы думаете? Также не забываем подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Сейчас мы с вами плавненько переключаемся на нашу стояночку, смотрим автомобили, которые мы привезли для вас. Всем хорошего просмотра. Итак, друзья мои, покажу вам сегодня несколько автомобилей, которые пришли под заказ нашим клиентам. Что нас сегодня ждет? Танк, Руми. В принципе, небольшая разница в цене, но хорошая разница в комплектации. Покажу вам Ниссан НВ-200, с которым возникли сложности при прохождении лаборатории, но мы ее прошли. Покажу вам ФИТА. Мы не знали, что у него есть подогревы. Узнали только об этом на стоянке. Покажу вам Сузуки Джимми. Я офигел от разницы с предыдущим Джиммиком, да и вообще, в принципе, от Джиммика. Но стоимость, конечно, здесь хорошая. Покажу вам Сиашера, который зашел по очень хорошей цене. И покажу вам Форестер, на котором получилось удорожание в районе 100 тысяч рублей. Итак, давайте начнем с вами Subaru Forester. Друзья мои, стоимость автомобиля 2 миллиона 610 тысяч рублей. Считали автомобиль практически на 100 тысяч дешевле. Почему так получилось? Потому что поднялся курс. Потому что поднялся курс евро. Оценка 5 баллов. Пробег на автомобиле 19 тысяч. Автомобиль 2019 года выпуска. Итак, что мы имеем? Мы имеем электропривод передних сидений. Кожаные вставки. Вообще, изначально, изначально искали Deleco. Бюджет был намного меньше. Но вот как-то так получилось, что Deleco не купили. Машины были то ржавы, то еще что-то. В общем, остановились на Форестере. Аукциона в бардачке нет. Белый цвет. Это такой мой любимый цвет. Самый он практичный. Хорошее состояние салона у него. Да вообще, в принципе-то, ребята, обалденный Форик. Просто обалденный. Люблю показывать низ автомобиля. Бесключевой доступ. У него идут железные педали. Кожаный рус. Ой. Кожаный рус. Кожаный руль. Большая мультимедиа. Вариатор. Камеры. Электронный ручник. У него есть все для комфортной езды. Датчики при столкновении. iSight. То есть это адаптивный круиз-контроль. Выход автомобиля с полосы. Есть все. Подогревы. По стоимости озвучил. Есть даже, ребят, память сидений. Вот мое мнение. Если выбирать себе кроссовер, нужно однозначно брать Форестер. Однозначно. Сегодня искали Равчика. Не знаю, когда выйдет это видео. Равчик, ну садишься. Ну не то. Блин. Ну вообще не то. Взяли Равчика. Я ничего против не имею. Александра, который приобрел Равчик. Но, блин, по мне, если кроссовер, это должен быть Форестер. Равчик обошелся. На зеленке его купили. 2 миллиона 750 тысяч. 2 литра. Но это старая цена. То есть по новой цене автомобиль такой же стоит. 2 миллиона 850 тысяч. Следующий автомобиль, который я вам хочу показать, это Toyota C-HR. Значит, он идет 4 балла. Пробег на автомобиле 33 тысячи километров. Стоимость автомобиля под ключ, да, для клиента без нашей комиссии. 1 миллион 448 тысяч рублей. Автомобиль куплен на Toyota'овском аукционе. Но, знаете, он куплен в тот момент, когда компании, компании сливали машины. И очень много машин, короче, C-HR мы этого ловили. Прям просто ловили, ловили, ловили. Машины были там, R-ки. Были машины, R-ашные. Перекупы. Да, в Японии тоже есть перекупы. То есть автомобиль. Автомобили покупаются перекупами. То есть очень много C-HR было куплено перекупами. И выставляются на какие-нибудь аукционы USS. Уже с оценками. 3-3,5 балла. И так далее. Да, комплектация как бы здесь не очень. Но, друзья мои, здесь очень хорошая цена. Очень хорошее состояние. И, конечно же, пробег. Вот это минус. Вот по мне, вот это вот идет минус автомобиля. Что у него, что у Везеля. Руська открывания двери находится слишком высоко. Ребенку будет неудобно. Штатные литые диски. Он пришел на лете. 215,60 на 17 размер колес. Такой чисто городской. Городской маневренный удобный кроссовер. Ремкомплект. Эти автомобили есть в гибридном исполнении. Руль обычный, пластик. Сидение, механика. Автосвет. 33,109 километров пробег на автомобиле. Ну, простенький, простенький. Что говорить. Значит, минус автомобиль. Я всегда сужу по себе. Всегда. Вот здесь вот сзади ничего не видно. То есть у тебя получается... Ну, короче, ни хрена не видно. Идет за окном дождь. Или нет за окном дождя. Вообще, такой лаконичный дизайн. И пушки молодцы. Прям прикольно сделали автомобиль. Такой он агрессивный идет. Траектория. Переходим на следующий автомобиль. Следующий автомобиль это у нас Nissan NV200. Такой грузопассажирский автомобиль. Стоимость автомобиля 1 миллион 100 тысяч рублей. Оценка 3,5 балла. Пробег на автомобиле 66 тысяч километров. Автомобиль 2018 года. Серый практичный цвет. Есть автомобили, где идет модно. Другая не модная. Я называю ее модной. Идет другая комплектация, где идут бампера в цвет кузова. Автомобиль пришел с багажником на крыше. Соответственно, идет несоответствие конструкции. Соответственно, несоответственно. То есть в лабораторию, скажем так, с первого раза он не прошел. Со второго раза сделали все удачно. Так, это, ну, по факту, это такой грузовой автомобиль. Опять же, я сравниваю, да, вот я, вот эти машины очень часто спрашивают, скидывают на осмотр. Здесь клевое состояние салона. Здесь металл, шумки здесь никакой нет. Много чего ототрется. И посмотрите вот сюда. Вообще, наверное, грязь. А не, вот это косячок идет. Косячок. Сидения здесь складываются. У вас получается просто, даже не знаю, как это назвать, огромный грузовик, куда можно загрузить полквартиры. Есть такие автомобили. Кстати, багажник, багажник. Багажник бонусом. Такая недешевая вещь. Есть такие автомобили 4ВД. Появились они с 2018 года выпуска. Привозили мы одну такую. Один раз привозили автомобиль 4ВД НВ. По стоимости встала она в районе, по-моему, полутора миллионов. Ребят, так как автомобиль растаможен на юрлицо, соответственно, автомобиль идет с кнопкой GLONASS. Вот она идет, как говорится, в комплекте. Ключ пришел один. Да, бывает такое то, что ключики приходят к капитанской почтой через месяц, через два, через три месяца, через полгода и так далее. Итак, 3,5 балла автомобиля не ржавый. Есть замена крыла, окрас капота, окрас передней правой двери. Пойдем посмотрим, что под капотом. Ребят, при покупке автомобиля нужно обязательно, обязательно переводить аукционный лист. Иначе вы можете получить, ну, допустим, будет у вас замена крыла, да, тут панельки будут помяты, там варены, что-нибудь будет, еще что-нибудь такое будет. Мы обязательно переводим аукционные листы и особенно машины 4ВД. Вот это налет, машина стоит, при езде, при мойке двигателя вот этот белый налет, он уходит. Здесь шикарное состояние моторного отсека. Что вам еще здесь показать? Ну-ка, здесь двигаться нет. Да, ну, вот это, конечно, минус, я не знаю, почему такие пушки сделали. Есть комплектация, как данная комплектация, где сидение кресла пассажира, оно не двигается. Это, конечно же, минус, что говорить. Спинка работает, двигается, все как положено. Удобная посадка, да и вообще, в принципе, знаете, автомобиль надежный и неприхотливый в обслуживании. Ходит он очень-очень долго. Объем двигателя здесь 1,6 литра. Водитель имеется под стаканик, в принципе, больше водителю ничего не нужно. Небольшой такой бортовой компьютер и пробег 66 тысяч. Многие задают вопрос, на всех ли японских автомобилях есть кондиционеры? На всех, на всех кондиционеры у нас имеются. Хонда Фит, автомобиль 2018 года выпуска, тоже привезем под заказ. Все вот эти вот машинки, все сегодня привезены нашим клиентам. Джиммика, кстати, прикатили буквально полчаса назад. Завтра еще ожидается большая партия автомобилей. Итак, 2018 год, стоимость автомобиля 1 миллион 50 тысяч рублей. Это GL комплектация. Туманки есть, такой красивый, интересный. У него свет, система, датчики при столкновении имеются. Повторители, бесключевой доступ. Автомобиль пришел на летней резине. Знаете, что самое интересное? И мы, заказчик, узнали, что он с подогревами. При покупке автомобиля этого видно не было нигде. Ни на аукционе, ни на ярде. Ну, по стандартной схеме, скажем так, колпаки лежат в автомобиле. Это все отходит, подсветка. Сидения здесь складываются практически, не практически, а в ровный пол. То есть фиты, визеля. Мне здесь нравится трансформация вообще салона, сидений. Во-первых, это делается все очень легко и просто. Можно сделать вот так. А можно сделать вот так. Зафиксировать. Значит, джей комплектация не везде. Идут ободки, здесь есть. Джейл идет полный руль. Одна, по-моему, одна-единственная джейлка попадалась нам, может, месяц-полтора назад. Где была половинка руля, так практически на всех джейлках идет полный руль. Есть у нас подогревы, есть у нас бардачок на F-ках. Этого нет. Система ИСТОП, пробег 21000. Здесь все на климате. Шикарный автомобиль, шикарный. Вот именно для города, для городской езды. И особенно, знаете, вот для девушек. Пацанам, да, мужикам тоже такой автомобиль пойдет. Но девчонкам само то. Машина клевая. Опять же, блин. Ребят, ну неубиваемая. Легкая. В обслуживании. Знаю почему. Потому что есть в эксплуатации у меня FIT. Что-аукционник опять у него нет. Пойдем смотреть следующий. Следующий, не менее интересный автомобиль. Это Сузуки Джимми. Видите, да, как он изменился? Но как бы все равно такой. Узнаваемый он стал. Узнаваемый. 2020 год. Пробег 37 тысяч. Стоимость автомобиля. Как вы думаете, сколько? Ребят, очень дорого. Реально, очень дорого. 1 миллион 893 тысяч. Это себестоимость данного автомобиля. Дорого это или дешево? Это решать в любом случае вам. Значит, данный автомобиль идет у нас 1,5 литра. 4 ВД. Обратите внимание, состояние. Я, знаете, я прям вот горжусь этим. То, что мы не покупаем ржавые автомобили, друзья. У этого автомобиля идет нестандартная подвеска. То есть, она не родная. Это было указано в аукционном листе. Здесь сменены. Посмотрите, ребят. Ну, е-мое. Автомобиль 4 ВД. Состояние понизу, а. Из плюшек это, можно сказать, новая. Зимняя резина. Навье просто. Никаких рыжиков на раме нет. Цена кусочая. Цвет прикольный. Запаска новая. Багажника нет. Ну, что ж такое-то, а? Это чехлы, друзья. Это не сиденья, это чехлы. Ну, вот такие аппараты спрашивают. Прям спрашивают, спрашивают. Широченная дверь. Такой держатель, да, чтобы никуда не улететь. Я вам сейчас покажу. Смотрите, вот. Будет видно, не будет. Как он качается. То есть. Стандартного джимника я не смотрел. Не знаю, за счет чего он качается. Либо это на всех у них такая подвеска, да. Либо здесь она вот какая-то такая. Мягенькая идет. Я вот сейчас прокатился на нем. Блин. Просто классно. Огонь. Едешь, конечно, не как там на крауне, на крузаке. Но, поверьте, вы едете не на джимнике. Такое ощущение. Кнопка старт, регулировка зеркал. Опять же, система безопасности. Все есть. Удобная посадка в автомобиле. Раздатка есть. Я такой сажусь в автомобиль. Заводим. Нужно было мне стекло открыть. Я такой раз, раз. Нет ничего. Здесь нет ничего. Давай искать. Нашел. Вот здесь и не открывается. Огроменная магнитола, что не особо свойственно для таких маленьких автомобилей в плане джиммика. Кожаный руль идет. Информативное табло. Информативная панелька. Климат. Спуск горы. Подогревы. Ручник. Обычный ручник. Есть раздатка у нас. Отключилось. Включили. Поехали. Ну, если куда-то заехали, да, там есть там. Пониженную включили. Система присолкновения, антизаносы. Все у нас выключилось. Все у нас вырубилось. И вы на танке. На таком, знаете, на мини-мини танке. Ну, что, автомобиль, в принципе, легенький. Он высокий. У него короткая база. Езжай, не хочу. Кстати, знаете, ну, комфортно сидеть. То есть, посадить сюда второго человека, мы не будем с интереса плечами. Прям комфортно. Молодцы, Пошки. Молодцы. Стоимость была бы автомобиля подешевле. Но, опять же, здесь много денег платим за растаможку. Еще плюсом. Пойдем смотреть Румиков. Давайте расскажу по стоимости, да, и пробежимся с вами по комплектации. Вообще, вот этот автомобиль зашел дешево. Вот именно с этими фарами, именно в этой комплектации. Итак, он 3 балла. Стоимость автомобиля 720 тысяч рублей. Почему 3 балла, обязательно сейчас расскажу. Вот этот автомобиль, комплектация у него попроще. XS. XS комплектация, он идет 4 балла. 18-й год, 10-й месяц. Пробег на автомобиле 39 тысяч. Стоимость автомобиля 735 тысяч рублей. То есть, обратите внимание, да, комплектация проще, чем у этого. Но автомобиль обошелся дороже. Итак, в чем же прикол, в чем разница? Ребят, разница в состоянии автомобиля. То есть, автомобиль 3 балла. Тут имеются прям, ну, такие, знаете, явные косяки. Это бампер. Это задняя левая дверь. Ну, вот, хотел человек автомобиль себе в такой комплектации за такой бюджет. Приобрели. Задний бампер. Ну, вообще, знаете, по факту, по сути, бампера это мелочь. Это все делается. Вот цена вопроса, цена вопроса. Устранить вот эти вот дефекты. 1020. Зато получится автомобиль по такой стоимости с пробегом 36 тысяч на климате, на полном руле, на круизе, система при столкновении с двумя электродверьми. Кстати, вот запоминайте, обратите внимание, какой здесь идет бортовой компьютер. И покажу сейчас в комплектации XS. Все соответствует аукционному листу. Три балла. Вот они, все вот эти косточки. Они видны. GS. Комплектация 36 тысяч пробег. Многие спрашивают, сколько наезжает автомобиль с момента покупки автомобиля на аукционе до нахождения стоянок во Владивостоке. Но, опять же, смотря где стоянка находится. Куплен на аукционе 36203, 36217. Колпаки здесь. Прикольно городской такой автомобильчик. Я хочу напомнить то, что есть Руми, есть Танки, есть Дайха Цу Тор, есть Джасти. Все машинки одинаковые. Ну и, собственно, вот автомобиль 4 балла. Он уже идет без каких-либо косяков. И весь целенький. Чутка погрязнее здесь салончик. Но это тоже вот что-то кто-то где-то перегонял. Объем двигателей у них идет 1 литр. Кстати, есть они турбовые. Такой он идет. Полупустой. У него идет одна дверь, кнопка старт. Руль обычный. Ну, как видите, вот здесь, да, бортового компьютера у него нет. Ну и, собственно, нет у него климата. Ну и давайте захватим с вами еще Фрид. Автомобиль 3,5 балла. Он идет 14-й год. Стоимость автомобиля 991 тысяча рублей. Пробег на автомобиле 71... 71 тысяча, ребят. Открывать уже не будем. Все вы прекрасно знаете данный автомобиль. Ну, что-то, распильчик какой-то стоит. Это не наши автомобили, мы этим не занимаемся. Кстати, друзья, мы не занимаемся ни конструкторами, ни распилами, ни подобными автомобилями. Только автомобилями с полной пошиной. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok